Всем здарова, ребят! С вами Локи, и вот, наконец-таки, чемпионат мира 2018 года в России подходит к концу, и нас ждет финальный матч Франция против Хорватии. В начале чемпионата кто бы мог подумать, что именно эти две команды выйдут в финал. Ну и если сборная Франции еще хоть как-то проглядывалась в этом финальном матче, то, я думаю, сборную Хорватии здесь вообще никто не ждал. Тем интереснее будет финал, пишите свои прогнозы в комментариях, ставьте лайки, если вы новенький, подписывайтесь на канал, ну и давайте просимулируем FIFA 18 этот финал. Ну а позже вечером узнаем уже в жизни, кто же поднимет кубок чемпионата мира 2018 года над головами своих футболистов и будет праздновать победу. Поехали! Хорватия, Франция, ребята, показывают нам Антуана Гризмана, ну а также Мбаппе, который может получить тот кубок, который до сих пор не смог получить Лионель Месси. Это кубок чемпионата мира. Ну и, конечно, много ходит вопросов, кто же станет лучшим игроком этого турнира. Многие называют Луку Модрича. Ну, посмотрим, ребят. С центра поля начинают французы. И поехали! Сборная Хорватии в атаке по левому флангу. Пошла подача Манджукич. И это был невероятно опасный момент на 12-й минуте. Могли хорваты уже открыть счет. Посмотрите, как здорово открылся Манджукич. И не очень удобно было ему пробивать, но он все же пробил, и мяч пролетел рядом со штангой. Опасно! Мбаппе бьет по воротам. И здорово! Антон Гризман выцарапал мяч. Сделал передачу Мбаппе, и тот сразу в одно касание бил в ближний угол. Спасает голкипер сборной Хорватии Субашич и угловой французской сборной Канте. Оливье Жеру, Гризман. На коротке играют французы. Будет ли подача? Жеру здорово развернулся. Пас в центр. Погба. И спасает Субашич. Ну а теперь попытка атаки хорватской сборной. Лука Модрич. Рэбич Манджукич. Скидка под удар Ракитичу. И не получилось. Пошла подача. Перышич. Брозович ворвался в штрафную. Бьет по воротам. Льюриз. На месте. У нас идет второй тайм. Ребята, финального матча сборная Франции и сборная Хорватии. Хорваты получают мяч в штрафной. Бьет с разворота Ракитич. И мяч проходит рядом со штангой. Моменты в первом тайме были у обеих команд. Ну и вот с этой камеры видно, что мяч был совершенно послан. Даже не близко к воротам. Но, тем не менее, момент еще один Хорват создали. Примерно 20 минут остается играть в основном времени этого матча. Понятное дело, что если 90 минут закончится со счетом 0-0, нас ждут два дополнительных тайма. И там, мне кажется, хорватская сборная будет рвать и метать. Хотя и в основное время они очень неплохо смотрятся. Проводят атаки. У них было много моментов, но счет пока не открыт. Канте хороший перехват и отличная передача на Мбаппе. Тот попробует раскачать защитника. Мбаппе бьет поворотом и зарабатывает угловой. Дембеле уже в штрафной. Дембеле! Жиру! Удар поворотом и гол! Оливье Жиру! На 89-й минуте забивает! Или что? Оффсайт! Вот это да, ребята! Лука Модрич поле покидает. Милан Бадель появляется на поле. Да, могли сейчас в нашем FIFA прогнозе французы выиграть на последней минуте, но офсайт спас сборную Хорватии. Два тайма по 15 минут нас с вами ждут в нашей предматчевой симуляции FIFA 18. Посмотрим, посмотрим, как они пройдут. Могли французы победить, забили гол, но, к сожалению, для них из-за офсайда. И у хорватской сборной еще есть шанс побороться за чемпионство. Хорошая передача. Мбаппе выход 1 на 1. Бьет Мбаппе и забивает. Здесь уже никаких шансов у Субашича, никакого офсайда. И Мбаппе выводит в нашей симуляции сборную Франции вперед. Ну и посмотрите, три хорвата оказались рядом с Гризманом, который делает передачу на совершенно одного Мбаппе. И тот переигрывает Субашича 1 на 1 без проблем. Перышич у мяча. Пошла подача, удар головой. Еще один угловой просит повторить арбитр. Еще одна подача, удар головой и перекладина. А здесь Лаврен почему-то бил вдоль ворота и не пытался пробить в створ. Очень сильно повезло сейчас сборной Франции. Еще один пас за спину. Антуан Гризман отыгрался с Дембеле. Гризман! Скидка под ударным Мбаппе и неточный удар. Хорваты тоже могли отличиться, попали в перекладину. И вот сейчас они в атаке. Подача на дальнюю Мбаппе. Мбаппе бьет поворотом и 2-0. Дубль Мбаппе в дополнительное время кажется ставит точку. В этом матче ударил он поворотом. Спас, казалось бы, Субашич, но мяч хитро скользнул между ног защитнику. Потом между ног вратарю. И каким-то чудом залетел в ворота. 2-0. Дубль Мбаппе. Пошла подача Гризмана. Отбились хорваты. Две минуты арбитр добавил. И я думаю, французская сборная уже не отдаст эту победу. Варан просто удерживает мяч. Но вот сейчас перехват. Хорваты пытаются организовать хотя бы последнюю атаку. Но нет. Звучит финальный свисток, ребята. В нашем FIFA прогнозе победила сборная Франции в дополнительное время со счетом 2-0. Пишите свои прогнозы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok